Добро пожаловать на канал HarddressetInfo, перед нами находятся наушники Libreton Track Air и сейчас мы разберемся, работают ли данные наушники с Google Ассистентом, либо любым другим ассистентом. Итак, для этого мы можем взять, например, правый наушник и попробовать нажать по сенсору, например, три раза. Ничего не происходит. Переходим в приложение Libreton, выбираем наши наушники, здесь нажимаем раздел Tab и можно, например, вот берем правый наушник, и он говорит, что двойное нажатие это голосовой ассистент. Попробую в ушах. Теперь заработал. А так. То есть, как видим, для того, чтобы голосовой ассистент заработал, нужно, чтобы наушники были в ухе. Итак, двойное нажатие. То есть, как видите, первая функция здесь стоит не голосовой ассистент, а совсем другая, потому если вы захотите использовать голосовой ассистент, вам нужно будет перейти в приложение, перейти в раздел Tab и настроить себя для любого, либо для двойного нажатия, либо для тройного голосовой ассистента. Давайте отключимся нашим Android от наушников, вернем их в кейс, возьмем iPhone, Попробуем подключиться к наушникам. Включаем Bluetooth, переходим в настройки Bluetooth, в настройки Bluetooth. Теперь зажимаем кнопку подключения, для того, чтобы индикатор начал мигать. Если мигает красным, давайте закроем и еще и подключим к зарядке, на всякий случай. И так, подключили. Теперь попробуем. Снова-таки открываем кейс, зажимаем кнопку подключения, она начинает работать, и появляется у нас левый наушник в списке доступных устройств. Сразу же нажимаем создать пару, для того, чтобы создать пару с правым наушником. Вытягиваем их с чехла и пробуем. С помощью двойного нажатия мы смогли активировать Siri. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...